ну что всем привет давайте поговорим по морской теме раннее утро капитан подменил на завтрак идем в норвежских фьордах следуем в порт Бергенесет на выгрузку достаточно северный район 69 градус 31 минута в севере чем мой город Архангельск это у нас у нас это считается уже фактически крайне сервис и никак не приравняют нас к раннему северу вот у нас у нас правда холоднее конечно у нас холоднее потому что мы все-таки находимся восточнее здесь западнее более щадящая погода пока еще 12 декабря то есть снега я не наблюдаю дюнго фьорда так вот разговоры хотел построить сегодня по поводу пеков этот район сегодня у нас капитан сдавала прохождение этого фьорда приходил лоцман у него было разрешение на суда до 109 метров у нас 111 вот ему пришлось сдавать реально то есть капитана как студента спрашивали задавали вопросы и он должен был на все на них ответить то есть все огни все сектора в них должен был обозначить также выключал он электронную карту и капитан шел чисто по радару вот как бы такие уловки еще они делают и если ты это все проходишь то тебе дают пэк первого класса то есть ты становишься уже опытным так скажем капитаном может быть стартовым тоже такой же пэк получит вот но тебя должны запустить к нему только тогда когда ты пройдешь этот район несколько раз без еще без пэка все это регистрируется а регистрируют можно только тех штурманов которые имеют кадетский пэк который проходит тоже получается получается получает а получает блин в норвегии в нашем случае вроде как в таранхейме то есть на неделю едешь обучаться тебе отдают кадетский пэк вот раз начинаешь ходить уже с капитаном то есть капитан тебе может доверить где-то его подменить в каких районах на какие районы у тебя рассчитан этот кадетский пэк соответственно он тебя регистрирует в safety.net и после этого ты уже имеешь возможность получить разрешение от норвежских властей на повышение так скажем своей квалификации как лоцмана и уже можешь ходить по норвежским фьюордам как у себя дома и ориентироваться вот как сейчас вы видите картинку видим огоньки вы должны в темное время без всего даже без радара понимать где вы идете вот в этом и заключается фишка в пэке конечно непросто так все заучить огни и все причем помимо этого нужно и понимать где опасности какие то да то есть здесь видимо у нас допустим чистое да все ничего не отбивает радар это не значит что здесь безопасно то есть здесь уже допустим глубины идут да от берега достаточно далеко также ничего не отбивается но здесь уже вон три метра за бата идет поэтому оно того стоит добавляет судовладелец немножко к зарплате вот в этом конечно плюс ну на этом вот такое сегодня короткое видео для тех кто хочет быть более опытным работать и получать дополнительные деньги на судах в норвежских компаниях в этом нужен труд время и желание все всем пока в этом